Девушки отдыхают Девушки отдыхают А это наши кудалар. Одни считают, что Омара есть лучше соусом бешамель, а другие считают, что такую фигню лучше вообще не есть. И, короче, она говорит ей, что ее муж убийца. И что дальше? Та берет вазу и бросает ей прямо в голову. Ничего себе. Кто бросает? Да, и та на свои сериалы пересказывает, целыми днями их смотрит. Ой, как будто я их одна смотрю. Ну, я тоже иногда. Так, когда футбол не показывают. Ага, иногда. Вот скажи, как зовут двоюродную сестру Ракель? Алихандра! То есть... Да, это же все знают. А вы где были? Ты что, курил? Тебе пахнет, как от наших рабочих. Да я курить вообще-то бросил пять лет назад. Ага, конечно. Я тебе на прошлой неделе в гараже поймала сигареты. Ну, просто я хотел купить один табачный завод и проверял их продукцию. Завод Мальборо? У тебя что, такие идеи есть? Ну, все хочешь? Ну, нужно же. А мы с куда... Кое-какой бизнес-план обсудили. Да? Да. Я его сам придумал. Какой? Крупные поставки курта? Да нет, курт это не актуально. Хотя тоже можно подумать. Можно в городе открыть парк развлечений. А вон Лэнд, ну как Диснейленд. Только там будут все аттракционы национальные. Какие, например? Ну, Альтабахан. А еще? Второй Альтабахан. И там что, будут одни Альтабаханы стоять, что ли? Да что ты докапываешься? Это же мелочи. Секреты бизнеса. Секреты? Да. В целях информационной безопасности я не могу выдавать все детали данного проекта. Это я вчера в телевизоре услышал. Так понравилось. Ты бы поменьше пил. Уф. Хочешь, а? Еще жена мне будет указывать, сколько мне пить. Ой, простите. Простите? Тогда я тоже выпью. Ну-ка. Пей, пей, дома поговорим. Ой, крепкий какой. Дома? Это будет дома. Пей, дома поделали? Катун. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Давайте куда? Отлично. Ха-ха-ха. 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 Это вам не кымыс. Ха-ха-ха. Кымыс. Баурсаки. Кымыс. Баурсаки. вот придем домой я ему строю мой тоже попляшет дома что мне надо шахрын дыр веопар сымена давайте подавим сами выпьем давайте короче алкан шаш все мы с тобой придумали аульский хит-парад поэтому давай теперь его опробуем и так на пятом месте нашего хит-парада замечательная песня жу-бай-лар жиры на четвертом месте нашего хит-парада расположилась песня астапурай третью позицию нашего аульского хит-парада джигири занимает песня ой-пермай так серебряную медаль нашего хит-парада получает песня какая ахмаржан надо быть на кассету записать потом распространить может бизнеса у не сделаем по кассету будем продавать сборник ой блин чё будем делать а кит-клянга не хочешь ленга с тобой невозможно играть ленга ты постоянно выигрыш я какая-то нога реально резиновые нашел кассаж иногда мне кажется я как будто маули в этом ауди человеческий городской детеныш который попал в дикую природу и если я могу и тогда аташка это балу а ну а юбал он же мне помогает доброта а тогда ты будешь багира она тоже такая тоже чем черная а мой муженек джонни он будет этим шакал же был рядом с ханом ходил а мы пойдем на север а пашка пашка на это будет питон был же этот джулан сейчас твой муж должен прийти да а может напугаем его давай короче смотри когда твой муж сейчас зайдет я вот так манерпом побегу испугается только это снимай хорошо а я на чичи давай приготовьтесь а а а а а а Слышь! Слышь! Ты видела его глаза? Ой, шашки-то! Давай сейчас моего мужа посмотри, потому что так напугаем! Давай! Снимаешься? Джонни! Джонни, иди сюда, пожалуйста! Давай. Аааааааааааааааааааааааа!!! Блин, давай себе! Ё-моё! Ты чё наделал? Не смей! Не смей! Не смей! Не смей! Не смей! Не знаю... Может, в огороде закопаем его? Блин, а Пашка спалит ругаться бы. Эй. Эй. Короче, Аташка попала в больницу. За ним скорая и приехала. Мы больше так прикалываться не будем. Нет. Уданга, лянга. Да какая лянга? Это ты все придумала? Говоришь, давай, коркетамес, давай, коркетамес. Вообще ты такая. Я тебе Багира называю, а ты меня подставила. Знаешь, как меня ругала Пашка? Семь, бой? Че, бас с теми дмани? Взрослого Аташку на войне воевал, а ты его, говоришь, давай не пугай. А это наш старый знакомый Маке, который может решить любой вопрос в любое время дня и ночи. Маке, показатели ваших рейтингов резко упали на прошлой неделе. Как упали? Ну, так получилось. Из-за чего, интересно, а? Может, это из этого видео, ну, в интернете, где вы на дне рождения у коряки. Ха! И кто это видео разместил? Ну, я думал, всем понравится. Как я танцую полуголый на столе? Мне же понравилось. Эс, запомни, то, что тебе нравится, не обязательно должно нравиться другим, остальным нормальным людям. Понятно? А я подготовила новый плакат. Что за плакат? Вот. Нравится? Ха! Какой хороший плакат, а, депутат! Вот, видишь, хорошо, что мы сразу 10 тысяч распечатали. Ха! 10 тысяч? Какие молодцы! Маке, там еще журналист сегодня должен прийти. Откуда? Не знаю, из офиса своего, наверное. Я спрашиваю, из какого издания? А, из журнала «Мир животных». Ну, что я, по-твоему, должен в таком журнале интервьюдовать? Я тебе что, животные, что ли, е-мое? Ну, просто в других изданиях у меня нет знакомых. Так дело не пойдет. Так мы выборы не то что проиграем, мы еще опозоримся на весь мир. Посмешищем станем для всех. Это? А может, вообще не будем в выборах участвовать? Тебя забыли спросить. Кто забыл? Все, успокойся, не раздражай меня, а! Да молчи! А, кстати, ваш ближайший конкурент обошел вас на этой неделе на 4 пункта. Кто? Халабаев? Да. Ладно, запускайте то видео, которое я тебе тогда дал. Из бани? Ну да, нельзя их далеко отпускать. Посмотрим, кто кого, е-мое. А вы сказали, что мы сегодня лозунг будем вместе придумывать. Твоем вечером. А, да-да-да, попозже, потом, после работы. А почему мы его за городом должны придумывать? Потому что там свежий воздух, понимаешь? Лучше думается. Все, об этом потом поговорим. Собрание закончено, давайте, идите работайте. А вас я попрошу остаться. Штирлиц подозревал, что в кабинете фюрера происходит что-то секретное, но очень интересное. Так, а ты что встал? А ну иди работай. Это супружеская чета Айдарбековых, которая экономит каждый доллар на отдыхе, чтобы по приезду купить новый холодильник. Чего они так долго одеваются? Не знаю. Ты что, со своей женой такой же? Такой. Подкаблук. Ты пойми, жену нужно с первых дней в узде держать. Иначе как сядут на шею, фиг потом слезут. Во-во-во. Вот почему мы нормальных два мужика сидим и ждем этих двоих? Вот именно. Может, мы тоже хотим отдыхать, делать то, что захотим? Ну? Мальчики, привет. Привет. А почему вы сидите, скучаете? Может, мы к вам присоединимся, если вы не против, конечно? Ну, мы как бы... Мы как бы не против. Отлично. Они, походу, тоже с Казахстана. Просто мы... Вообще ждем. Ты боишься, что ли? Все, или узда слабо. Посидим, поговорим, номер возьмем. Все, нормально будет. Ну, вы что, не наговорились, что ли? Может, выфим что-нибудь? Выфим. У тебя деньги есть? Нет, они у жены. А у тебя? Тоже? Не взял. Девчонки, понимаете, мы тут третий год отдыхаем. Это же самое дешевое заведение. Туда же цитно заказывать. Ой, да ладно. Скажите просто денег нет, и мы пойдем. Ты что такое говоришь? Ты что? Сейчас. Оу, официант! Виски! Денег нет тебе пледущее. А как тебя зовут? Как? Хатипас. 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 Вообще, для прикола машу кольцо. А он вообще вдовец. Его жена сгорела. Ужас, бедненький. Тебе, наверное, женского внимания не хватает. Да, бедняжка. Ну, вообще-то он не один такой. Я же недорассказал. В общем, недавно я встречался с одной девушкой. Но она оказалась старше меня. Ну, как вы понимаете, из этого не может выйти что-то хорошее. И я пообещал ей, что одену кольцо и сниму только тогда, когда влюблюсь снова. И вот, смотря на тебя, я чувствую, что я сделаю это прямо сейчас. Так. Я не поняла, и что ты собрался делать, а? Девчонки, не обращайте внимания. Какие-то страшные тетеньки решили пошутить. Жанны, мы это просто официантки, они нам меню показывали. А что ты с ними церемонишься? Ты же сам, говорят, их надо в узде держать. А ну, пошли отсюда. Не мешайте нам отдыхать и делать то, что мы хотим. Да? Кто это? Это вообще-то моя жена. Я тебе сейчас покажу, кто я, курица. Ну, ты, конечно, не соврал. Что, твоя жена старше тебя? Так, а ты что сидишь с этими коровами? Так, так ты же вроде говорил, что ты вдовец. И твоя жена сгорела? Я тебе сгорю. Сейчас я в тобой стану. Жанна, 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 Жанна. Жанна, это, это. Извините, мы больше так не будем. Вы просто в следующий раз побыстрее собирайтесь. Что ты сказал? Все, молчу, молчу. Смотри у меня. А это наш старый знакомый судья Алике, который не любит лезть, но любит, когда его хвалят. Давай, 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 на тебе, проклятый дракон. Е-мое. Алтай Базарович, может, начнем? Да подожди ты. Алтай Базарович. Да блин, за тебя проиграл. Из-за меня? Ну ты же мешал Алике. Он чуть этот уровень не прошел. Ну, вообще-то надо начинать судебный процесс. Блин, ты запарил, а? Что за человек, а? Сам не умеешь радоваться жизни и другим не даешь. Ладно, покатило. Начинаем наше засудное судьбание. То есть, судебное заседание. Всем встать, суд начинается. Все, все, садитесь, обвинились же с утра. К чему эти понты, е-мое. Что там у нас сегодня? Тевтели с пюре. Успокойся, как ты вообще адвокатом стал? В общем, можно завести подсудимую? Ты что, опять меня посылаешь? Ну... Вот беспредел. Меня же пацаны на районе не поймут. Скажут, почему тебя нагад младше, а посылает. Алике, скажите ему. Иди позови ее по-быстрому, е-мое. Не по понятиям. Ой, а ты что здесь делаешь? Че хочу, то и делаю. И ты здесь, то есть, вы. Так, короче, давайте по-быстрому разберемся. Мне еще ехать к маме с заварением. А что тут происходит? Ну, в общем, гражданка Клайбазарова. Кто? А, Тольника жена. Садиматься, пойдите. Да. Обвиняет гражданку Медюбекову в краже. В краже? А что она хотела украсть? Не что, а кого. Ты что, меня учить будешь, что ли, е-мое? Она хотела украсть мужа. Мужа? Толика, что ли? Да кому он нужен, е-мое? Так, все, тихо, 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 е-мое. Подождите, что значит украсть? Да она его увезти собирается у меня. Да не нужен он мне. Ты что такое говоришь? Я-то полотвой? Что за глупости? Ага, глупости. Я тебе дома покажу. Аликей, можно меня на несколько дней в тюрьму посадить? Там, походу, безопаснее, чем дома. Да подожди ты, а. А на каком основании вы ее вообще обвиняете? Да она все время ему глазки строит. Всю прошлую неделю. Как только его увидит, так сразу моргать начинает. Да не устроила я ему глазки. У меня конъюнктивит. Глаза на солнце болят. Ты еще ему подарки шлешь. Духи подарила. Какие духи? Я в твоем шкафу нашла. Да это я тебе хотел подарить на 8 марта. А потом увидел, что они мужские. И спрятал шкаф. Хотел поменять на женские. Да что ты врешь? Вот это вот что такое? А это уже без какие-то казательства ему. Это трусы, между прочим, мои. А я их все утро искал. Думал, куда они подевались? Пришлось без них. Откуда они вот у нее дома, а? Не знаю. Походу попал Толик. Простите, я все объясню. Мой муж не ночевал дома. Под утро пришел. Видать, где-то потерял свои трусы. Перелез через забор и стащил с вашей веревки ваши вот трусы. Я потом ему такой скандал устроил, и он во всем признался. И он не носит такие извращенские трусы. Нормальные трусы. Да? А я-то подумала. Короче, вы эту Санта-Барова-Ру прекращайте здесь. Дома разберетесь. Все, постановляем. Соседку отпустить. Женщинам разойтись по домам. Вещь, док, ну то есть трусы. Вернуть хозяину. Иди, Толик, в туалете хотя бы переоденься. Ты что? На судебном заседании не в полной форме сидишь. Я думаю, что тут звенит? Ё-моё. А я поехал в архив. Миди Баранчич? Нет. Баранчич, пожалуйста. Нет, я сказал же. Олеги Баранчич. Да я реально в архив еду, у меня там документы надо дойти. А-а-а. Или два раза мы бы. У-у-у. Чёрстишь? Чёк. Поехали, говорю. Чёк, пора мне. Тогда в следующий раз не возьму, понял? Баранчич? Нет. Пожалуйста, баранчич. Тогда чёргазер. У-у. Эй, нормально. Чёрстишь? Чёк. В следующий раз в баранчич не таби? Баранчич, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет, ты думал? Любимая моя дезапагия. Новые герои появляются в стране. Наши за границей отдыхают налегке. Приезжие красотки в мегаполисе живут. В пору горосгим они с лёгкостью дадут. Из города девчонка с замужем в плену. Сразу после свадьбы обрела она семью. А это наша рашка, уважаемый на ге. Решает все вопросы, всякий секрет-аге. А в районном центре сидит доблесть судья. И он своих сородичей не бросит никогда. Родственные кузы связали на вега. И снова из аула привезут козы хата. Весёлая страна, моё сердце с тобою навсегда. Эта песня для тебя, любимая моя дезапагия.